В Подмосковье есть село с необычным названием «Остров». Село это древнее и впервые упоминается в эпоху правления великого князя московского Ивана Калиты, то есть в первой половине 14 века. Изначально это было дворцовое село, в котором размещалась загородная резиденция великих князей, а в дальнейшем – царей. А своим названием населенный пункт обязан простому природному явлению – половодью. Весной Москва-река разливалась и затапливала долину. Но поскольку село находилось на возвышенности, то окруженное со всех сторон водой оно становилось самым настоящим островом. Отсюда и пошло название. На самой высокой точке острова стоит необыкновенной красоты храм Преображения Господня. Его мы и предлагаем посетить сегодня. Об истории основания Преображенской церкви известно совсем немного. Построил ее Иоанн Грозный во второй половине 16 века, а несколько десятилетий спустя, в смутное время, храм был разорен поляками, но его быстро восстановили. И к середине 17 столетия каменная шатровая церковь имела пределы Иоанна Богослова и преподобного Феодосия Киева-Печерского. Любил бывать в острове и почти всегда посещал Преображенский храм царь Алексей Михайлович. Церковь представляет собой высокое белокаменное здание. Ее центральный купол возвышается на 40 метров. Остальные 12 главок находятся в основании шатра храма и окружены ярусами красивых кокошников. Два примыкающих предела выполнены в псковском архитектурном стиле и образуют единое целое с основной постройкой. В старину церковь играла важную защитную роль. На самом верху, под крестом, был организован наблюдательный пост. Поднимались на него по узкой винтовой лестнице внутри шатра храма. И если неприятель был близко, подавался знак дымом, который видели в Москве. Эта лестница сохранилась до сих пор, но проход на нее закрыт. В 1765 году Екатерина II пожаловала село-остров графу Алексею Орлову. Граф заложил здесь усадьбу и конный завод. К слову, именно в острове Орлов начал заниматься выведением знаменитых орловских рысаков. В начале XIX века стараниями Анны Орловой, дочери графа, при Преображенской церкви возвели каменную колокольню. Она значительно ниже храма и выполнена в псевдоготическом стиле, но замечательно дополняет церковь. Преображенский храм был действующим вплоть до 1930-х годов. Затем его закрыли, а все его внутреннее убранство погибло. Но здание не стали использовать под хозяйственные нужды, и следующие шесть десятилетий оно пустовало. Благодаря этому обстоятельству мы сегодня можем любоваться уникальным памятником архитектуры в его первозданном виде. В настоящее время в храме продолжаются реставрационные работы, богослужение совершается по воскресным и праздничным дням. Церковь Преображения Господня находится в селе Остров Ленинского района Московской области. Пространствие. Путешествуем со смыслом. Продолжение следует... Продолжение следует...